Всем привет, друзья, с вами Райзун. Сегодня мы посмотрим матч между игроками Кул Амбрелла и Эмиксом на карте Выход с Перевала. Кул Амбрелла играет за Тёмных Эльфов, Эмиксом играет за Ящеролюдов. Ну, как мы видим, у Амбрелла более-менее стандартный билд для этой ситуации. Ну, как, билд чуть-чуть нестандартный, но сама идея билда, она стандартная. Это оборона с помощью трёх болтомётов, то есть ты обстреливаешь ящера и вынуждаешь его напасть на тебя. Что же здесь нестандартного? Как минимум, это пеший Малекит. Обычно берут Малекита, но его берут на хладном, потому что пешие лорды, они довольно уязвимы, и с ними или никто не хочет драться, или их легко заснайпить. Но вот решил всё-таки здесь Амбрелла взять именно пешего Малекита. У него есть зловещий взгляд, держать позицию, похититель душ, сила тьмы и призыв злобы. В качестве героя здесь есть Сюзерен, у Сюзерена есть хранитель, то есть он взял, взят здесь под Малекита для того, чтобы давать ему дополнительные сопротивления физическому урону. Рядом с ними стоит боевая гидра, интересно. Фронтлайн у нас какой? Фронтлайн 5 отрядов копий ужаса. Ну, как я уже говорил, здесь есть 3 болтомёта жнецы, дикая мантикора и приличное количество кавалерий. 4 отряда тёмных всадников. И также здесь в качестве стрелков всего лишь 2 отряда тёмных панцирей, конечно, маловато. Но куча денег, видимо, ушла на Гидрю, на Сюзерена. Ладно, Эмиксом на ящерах. Крокгар. Крокгар на своём супермаунте, у него есть длань богов, есть священная кладка Ксотля. Помогает ему Оракул с цинков. У Оракула кровь земли, огненный шар, ну, хладнокровь я всегда есть. Интересно, что Малекит в этот раз действительно не нахладном, и поэтому его не будет так легко заснайпить дланью богов, но есть тут какая-нибудь Гидра, в которую можно тоже пальнуть этой дланью. Пехоты приличное количество. Вижу 4 отряда Азавровоинов со щитами, 5 когорт с цинков, сзади Завры с копьями и со щитами 3 штуки. Решил на пехоту надавить ящер. Тёмные эльфы это одна из редких фракций, которые могут дать бой нормальным ящерам. По крайней мере, я часто вижу каких-нибудь эльфов как контрпик ящерам. Видел раньше, посмотрим, как сейчас всё изменится. Бросается огненный шар от Оракула, видимо, в Гидру. Идёт Кругар, скорее всего, чтобы бросить длань богов. Пошла длань. Шар, длань, ой, в Гидре больно. Практически на половину ХП. 40% ХП было сбито у Гидры. У неё есть реген. Надо, конечно, отрегениться. Повезло здесь эльфу. Ну, не повезло. Это так и задумано у всех, всеми эльфами, что есть три болтомёта и можно душить Оракула. Можно душить Лорда, не давая ему ничего сделать. Но здесь эмиксом, как вы видите, мансит. Маздамунди какой-нибудь намного тяжелее переносит обстрел болтомётами. Ему тяжелее уворачиваться. Здесь скорость 75, поэтому можно как-то уворачиваться. Но, тем не менее, не даёт сейчас эльф ящеру нормально продохнуть, поплевать и подойти к Гидре. Тут главное не давать вообще ничего делать сделать Оракулу. Он пытается эмиксом встать за камнем, видимо, или, я не знаю, камнем закрыть и Крогаром Оракула, но Оракул всё равно выгребает снаряды. Все, кстати, болтомёты направляет сейчас эльф именно на Оракула. Ну и правильно, потому что Оракул здесь намного опаснее будет, чем Крогар. Крогар, как только выстрелит две двани богов, он уже будет не настолько опасен. Нифига себе, дыхание прямо через своих. Врезается фронтлайн ящеры. Ну, вообще, для эльфийского фронтлайна это очень-очень грустно, потому что ящеры здесь всё сейчас очень-очень быстро перебьют. Но эльф сосредоточен на том, чтобы убить Оракула. Как видите, Оракул чем ближе подходит, тем сложнее ему вернуться, тем больше урона он получает. Пытается здесь отрегениться как может, но ХП уже приличное количество сбито. Ну, Малекит ничего не может сделать. Малекит может только пока фронтлайн держать вместе с Гидрой. Ну, на самом деле, это даже нормальное здесь занятие, потому что Крогар далеко. И тут куча мусорной пехоты, которую можно пробивать. Посмотрите, что случилось с фронтлайном эльфа. Его просто разваливают. Заходят сейчас сбоку армии ящеров эльф кавалерии свои. Возможно, он попытается прогнать Оракула. Оракул на отступление убегает. Вернулся назад. Остаётся 400 ХП. Тупо расстреляли Оракула. Но сейчас уже стрельба закончится у эльфа, потому что ящеры продавили фронтлайн. Завры-воины уже здесь. Можно сейчас обратить внимание, будет на лучников здесь на свободных. Если ящер увидит, он попрёт толпой. Бросается похищение души. Похититель душ в огромную толпу. Бросается ещё одна длань богов. По гидре и мажет. Мажет. Можно было бы гидру просадить ещё на 3 ХП. Но она мажет со спины. Эльф врезается в армию ящеров. Ящер стоит какой-то гурьбой невероятный здесь. А, вот почему. Ящер занят сильно. Он пытается спасти Оракула Сцинков. За ним уже полетела Мантикора. Здесь Круггара обстреливают оставшиеся болтомёты. Круггар идёт спасать Оракула. Оракул залог победы. Залог лёгкой такой уверенной победы Оракул. Потому что плевки он ещё не потратил особо. Хил у него есть. Шар у него есть. Но сейчас Мантикора завалит Оракула. Да, Мантикора развалила Оракула. И считайте, она уже здесь окупилась. Принесла огромную пользу. Сейчас её, конечно, может нагнуть Круггар. Но, возможно, Мантикора просто улетит. Тем временем ящер гоняет всех стрелков эльфа. Тут уже от эльфа ничего практически не остаётся. Останется Маликит, которого придётся как-то убивать. Останется Гидра. Но с Гидрой, по идее, должен будет справиться Круггар, который сейчас вернётся. Баланс сил пока ровный. Что интересно. Добегают Завры до Тёмных Панцирей. С другой стороны сейчас ещё Завры с копьями. Могут их прижать. Хотя нет, он решает... Эмиксом решает Завры с копьями связать болтомётов. Ну, тут, в принципе, хватит одного отряда. Хотя вот Тёмных Панцирей нужно ещё как-то попытаться здесь тоже повязать. Уверенно себя чувствуют Завры в войне против кавалерии. Но Тёмные Всадники — это одна из самых дешёвых кавалерий. Поэтому с ними никакой проблемы нет. Это со щитами, да? Это обычные Тёмные Всадники, которые стоят 450. Бросает Маликит дыхание своё. Забываю всё время, как оно называется. Взгляд зловещий. Оно называется «Зловещий взгляд», да. Причина, по которой вы не хотите вокруг Маликита собирать толпу, большую — это именно зловещий взгляд. Приходит Кругар, его чуть-чуть притормозил Сюзерен. Но Кругар остановился и продолжил после этого свой путь. И вылетел в Гидру. У Кругара преимущество против крупных, поэтому он должен очень легко справиться с Гидрой. И у Гидры падает, естественно, мораль от резкого урона. Но сюда ещё летит Мантикора, который сможет помочь профокусить Кругара. Подошёл Маликит. Маликит — хороший боец. Если ты с ним дерёшься, он отличный боец. Поэтому ты как бы принимаешь драку на его условиях. Он пеший лорд, он тебя догнать не может, поэтому он даже рад, что ты с ним дерёшься. Гидра — всё, Гидра убежала, сокрушена. Тут похититель душ был брошен на несколько отрядов ящеров, в том числе и на Кругара, что самое важное Маликит снова отрегинился. Собирается здесь толпа, есть чаршет кавалерии, нужно, наверное, бы и отходить. Хотя за счёт ужаса можно сейчас опрокинуть два отряда. Идёт назад Кругар, скорее всего, в Мантикору, нет? Кругар должен сейчас попытаться продамажить Мантикору. Даёт удар Мантикору, сбивает неприличное количество ХП. Приличное, точнее. Но здесь включена способность держать позицию. Но всё равно ещё один укус от Кругара полностью сбивает мораль Мантикории. Мантикорий третий укус её просто убивает. Сюзерен имеет преимущество против крупных, поэтому Кругару с ним драться не очень хорошо. Практически вся пехота эльфов перебита. Сейчас ящер сможет вернуть назад всю свою пехоту. Ящера тупо больше. У эльфа остаётся Маликит и пеший Сюзерен. Ну, с пешим Сюзереном справятся Завры с копьями. Без проблем. Потому что он не обладает невероятными характеристиками. 50 защит и 90 брони это хорошо. Но это не неубиваемо. Регена никакого нет. Маликит посерьёзнее в плане чуть защиты и в плане атаки. Кстати, бронемойки нет у пешего Маликита, интересно. А против Маликита нельзя собираться с толпой. Вот посмотрите, что здесь делает. Что здесь делает у нас Эмиксом. Хотя не так уж сильно пробило здесь Завров с копьями. Но всё равно неприятно. Надо быть осторожнее. Ой, сейчас будет похититель душ. Ещё один похититель душ. Но вот теперь эти мелкие отряды разлетятся. И останется здесь стоять, наверное, только один отряд Завров с копьями. Круггар здесь пока разгоняет копии ужаса оставшихся. Которые ходят без защиты. А Завров всё больше и больше. Причём, смотрите, полоска всё равно в сторону эльфа. У Завров осталась куча отрядов, но полоска в сторону эльфа. Видимо, фуловый Маликит значит очень многое для игры. Но он очень дорогой, Маликит. За счёт того, что Маликит сейчас бросает силу тьмы на Сюзриена, он восстанавливает ману. Если Маликит сейчас попадёт под Круггару, будет больно. Тут включена священная кладка, 20% сопротивления физурона, но Маликит всё равно пробивает. Маликит и Сюзриен. Сюзриен обладает бронебойкой. Преимущество против крупных. Преимуществам против крупных. Круггар всё. Залез в драку. Непонятно зачем. А грёб? До свидания. Вряд ли он уже вернётся. 183. Маликит что может сделать? Маликит может перезарядить заклинание и пробить врагов ещё. Но давайте чуть ускорим, посмотрим, закарит ли Маликит. Должен, по крайней мере. Ну да, смотрите, Маликит падает. Хотя, я хотел сказать, Круггар возвращается, но он вернулся и передумал снова. Бросается ещё один взгляд. И всё. Ну а теперь ящеру точно капец. Сейчас разлетятся все. Слушайте, удивительно. Удивительно, пеший Маликит закаррил этот бой. 3-188 в Элью. Здесь Сюзерен просто как поддержка. Его многие считают бесполезным героем и берут его очень-очень редко. Ну потому что он не окупается. Он, возможно, окупился как защитник здесь Маликита. Но посмотрите, казалось бы, Билл Круггара должен набить много в Элью. И в драке с пехотой участвовал. А толку 436. Больновато и неприятно. А стоит он, наверное, тут под косарь будет стоить. Я думаю. Ну, может, чуть дешевле. Может, чуть дороже надо посмотреть будет. Всадники. Всадники. Два отряда неплохо. Два отряда плохо. Здесь Дикая Мантикора окупилась. Она стоит 800. Ну и прогнала Оракула, добила его. Это очень важно было. Гидра 500. Какая боль. А вот болтометы отлично себя показали. По сути, выиграли игру в начале. Если считать, что они просадили и Круггара, и Оракула. Которого удалось выбросить. Потому что Оракул тут бы мог набить там... 2000 спокойно. Плюс еще его Ахиллы бы помогли Круггару не убежать. Круггар 1700. Ну, Круггар всегда хорош за счет своего дробовика. Так его называют. Так называют его способность. Длань богов, если он не попадает. По сути, способность стоит 200. Вроде как. Это. А вы за один выстрел можете там набить по лорду по какому-нибудь 1000 вэлью сразу. Ну, это очень приятный размен. Завры. Ну, Завры легко. Тут, в принципе, окупились за счет того, что порубили просто весь фронтлайн эльфов. Даже дротики окупаются. Ё-моё. Вот это неплохо. Но все равно это не спасло ящера. Окей, будет интересно посмотреть на игры темных эльфов против ящеров на турнирах. Потому что, как я уже говорил, я не раз видел, что темных эльфов брали против ящеров. Не факт, что они контрят, но возможно, что они просто могут дать бой. Но, как мы видим, они здесь могут дать бой за счет вот трех болтометов, которые постоянно мучают динозавров эльфийских. Но будет интересно еще взглянуть на то, как это все будет работать против какой-нибудь Аксиотли и против кучи скрытности. Я думаю, как-нибудь я такой реплей найду. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.